Всем привет! Меня зовут Мила Ершова и в сериале «Трудные подростки» я играю Яну. И Яна, как вы знаете, употребляет наркотики. И когда я готовилась к роли, я начала узнавать об этом поподробнее. И я выяснила, что средний возраст наркоманов от 15 до 19 лет. И начинают они вообще в 9-10, то есть это очень рано. И многие наркоманы даже до 30 лет не доживают. Они срываются и просто умирают от наркотиков. И еще, может быть, слышали, есть такое, бывших наркоманов не бывает. Всех все равно остается какая-то тяга. И Яна, моя героиня в сериале «Трудные подростки» тоже все время мечется между тем, чтобы бросить, тем, чтобы продолжать употреблять. И я подумала, насколько вообще реально бросить наркотики. Об этом наш фильм. Здравствуйте. Меня зовут Дима. Я наркоман. Каждый день – это борьба. В реанимацию я попадал очень часто. В этом доме я употреблял часто, короче. Уже все знали, что я был конченым торчком. Думали, что я сдох. Я в Валентина! Я, блин, еще не могу. Я не вижу, что это самое происходит. Я, блин, еще не могу. Я в семь лет попробовал сигарету. В восемь лет я уже пил алкоголь первый. То есть я не спил, как ребята там, да, я сразу с водки начал. Это было мне сколько? Десять лет. Я траву тогда попробовал с пацанами на даче. Взял, попробовал, потом ползал по этому полу вообще. Ну, в поле. Но я тоже не хотел отличаться. Я хотел быть всегда, ну, чтобы меня замечали. Это район Вишняки называется. Я ненавижу этот район, потому что тут у меня, как ее, гулянки такие плохие тоже были. Поначалу. Ну да, на этом районе все началось. Все мои жесткие наркотики. Вот, пойдем туда. Вот. Вот самая жесткая боль, это когда тебе просто противно от самого себя. Не то, что от последствий. Брехня. Пока я сам не понял, пока ты сам это не прочувствовал, какое я дерьмо. Если я сейчас продолжу, я умру конченым солевым в подъезде, в котором будет колоться, и в котором будет там ВИЧ, гепатит и так далее, короче, и сдохну, ничего не добившись. Фу, мне прям противно вспоминается, как я здесь сидел вообще. Что-то такое было. В этом доме я употреблял часто, короче. Прям вообще вот в этом подъезде. Там неделями, короче, я прям сидел. Потому что тут моя бывшая живет. Что, зайдем? Я любил здесь смотреть, как она, короче, в окно. Я употреблен в состоянии, но вот здесь, короче, со своей, там, сестрой там проходила. И так далее. Я, короче, такой, типа, как маньяк был, короче, в одержухе. Я в школе учился до пятого класса нормально. То есть у меня и по английскому пять было, короче. Пятерки получал. То есть по всем предметам я вроде, ну, хорошист прям такой был. Вообще, вот я помню, последний класс в моей школе я тогда уже начал употреблять. Я за девятый класс только три раза в школе появился. Он с детства такой. Он такой и родился уже гиперактивный, я не знаю. Даже мне в садике еще с самого маленького возраста уже говорили, но это вот не как все. Если все дети сидят спокойно там, едят в садике, то этот уже где-то на потолке. Все началось с переходного возраста. Двенадцать, тринадцать уже он стал такой менее управляемый. Мне сказал один, как сказать, его приятель, что он связался, как это назвать, не с теми людьми, с плохими парнями. Я хулиганил, да. Бывал, выпивал, конечно. То есть курил, выпивал, тусился там, да. Бывало то, что из дома там убегал, да. Но таких проблем, как у меня с 15 все пошло, у меня не было вообще. Вот с 15 у меня самый трэш пошел. Это жесть прям. Мне прям, будто я вспоминаю, мне прям маша ладонь. Ну, сейчас, честно, немножко потрясаю, Таша, короче. Прям, ну, вспоминается все. Ну, противно становится. У меня аж это, ну, такой, короче, некий мандраж пошел. Блин, вот видите, у меня даже до сих пор привычка осталась, короче. Так, все равно стою, выглядываю чего, не знаю как. Вот так вот. Я у деда украл, короче, деньги с Портмана, а они на дачу были. Там 50 тысяч, я 30 украл. Поехал с ребятами тусить, короче, игрушки покупать в Макдональдсе и так далее. Бухло, сигареты. Мне было лет 12-13, что ли. И, короче, после этого я прихожу ночью домой. И, типа, дед там, меня дед там бил и так далее. Ну, потому что я такой хреновый поступок хочу сделал. Но дед меня не любил, воровство. То есть вообще за это руки надо оторвать. И, короче, он мне сказал, ты мне больше не внук, да, типа, а это я говорю, ты мне больше не дед. В итоге проходит некоторое количество времени, и я узнаю, что у меня дедушка умер. Короче, и я не поговорил. И, короче, до сих пор мне как-то, я жалею об этом. Вот об этом я жалею, короче. От того, что он сидит на чувстве вины, это тоже не очень-то продуктивно работает. Чувство вины, оно не очень конструктивное. Ему очень важно переключиться на то, чтобы он сделал что-то позитивное. Но вот он не может извиниться перед дедушкой. Но он может сделать что-то много другого хорошего. Нужны выводы, нужен анализ. И, конечно, помогать им это делать, помогать им находить выходы. Иногда говорят, делают глупости и гадости, потому что просто не знают как. Только берите по одной. А то потом будете на четвереньках по квартире ползать, как ящерица. Мух языком ловить, блин. Здравствуйте, меня зовут Марина, я психолог этой группы. У нас сегодня особенная группа. К нам приехал наш бывший выпускник, это Дмитрий. И сегодня у нас группа пройдет в формате вопрос-ответ. И вы сможете задать свои вопросы и узнать, как удалось Дмитрию на сегодняшний день оставаться один из месяцев презвом. Так что попрошу любить и жаловать Дмитрию. Здравствуйте, меня зовут Дима. Я наркоман. Мне 20 лет. Вот как сказали, уже у меня 11 месяцев чистого времени. Я проходил три раза реабилитации. Сергей, наркоман. Дим, спасибо тебе большое. Потому что ты приехал. Очень интересно узнать, что для тебя было самое сложное в реабилитации. Спасибо за вопрос. Самое сложное в реабилитации, это было найти настоящую мотивацию. Когда меня на малых группах раскрывали полностью, как гнойник, и вытаскивали там из меня все, весь гной. То есть оно было сложно. Я там плакал, ревел, короче, матом, не матом, я не знаю. Но эмоции были, я все равно как-то учился проживать эти моменты. Вот, и спустя время, ну, мне сейчас легче намного будет. У меня пошли дела так, то, что я уже, у меня были первые передозы. Я тогда весил 38 килограмм, мне было 16 лет. Я сижу в подъезде уже, я неделю не спал. У меня челюсть все так ездит, короче, я сижу, заморачиваюсь. От меня воняет, у меня, по-моему, я начинаю болевать кровью. Я еле-еле от одного дома до своего дома дошел. Я звоню в звонок, и сознание теряю. Говорю, что я больше не могу. Я говорю, мам, давай, ну, когда я уже очутывался, я говорю, мне надо лечь. Помоги мне, пожалуйста. Я не могу, я плакать начинаю, короче. Мне прям больно. Короче, от самого себя. Не то, что родственникам, а прям, ну, из-за себя боялся сдохнуть, короче. Вот первый раз-то, когда я задумывался, то, что все, мне как-то здесь будет. Каждый. Каждый день – это борьба. Каждый день – это негатив. Стресс. Много было тяжелого. В реанимацию я попадал очень часто. Только я и ездила по этим больницам. Меня вся жизнь пронесла. Мне своей личной жизнью некогда было заниматься. У меня больницы, работа в больнице. И каждый раз это, конечно, все ранило. Каждый раз реанимация, каждый раз больница. Состояние такое всегда подавленное у меня. Татьяна Валентина! Как я рада тебя видеть, боже мой! Какой ты хороший стал, мелесть! Татьяна Валентиновна, спасибо вам большое, что вы для меня сделали, на самом деле. Вот, это моя работа. Это больше, чем работа, на самом деле. Ну, если бы не вы, я не знаю, что я бы делал. Тоже начинаю теперь работать. Я, кстати, пробовал себя в реабилитации консультантом устраиваться. Но пока что это не мое. Самое главное, что ты живешь нормальной жизнью. Да, у меня друзьям, друзей много появилось. Мне такая гордость за вас, за всех ребят. Вы знаете, я прям вот горжусь вами, что вы нашли в себе силы все это бросить, преодолеть. Это же какая сила воли там, чтобы... Ну, я все время думал, что я здесь слабый человек. А тут мне не верится, что это со мной вообще произошло. Потому что я думал, все, короче. На мне крест, короче, и все, давай гулять. Молодец, умница, горжусь, горжусь. Я помню, как вы у меня внимали на празднике. Дайте вас еще раз обнимать, пожалуйста. Ой, ты мой хороший мальчик, замечательный. Радость, радость у меня сегодня. А у меня какая радость. Здорово, здорово. Он у нас пробыл вот пять с половиной месяцев вместе с волонтерством. Понимаете, вот такие ребята, как Дима, да, они приносят столько радости, столько счастья, то, что я вижу, что моя работа, она не бесполезна, что это... Вот даже если будет 10 таких ребят, допустим, в год, и я буду счастлива. После передоза я вот отлежал там два с половиной месяца, да. Ну, меня прокапали. Я там кричал, думал, меня там убивать хотели, короче, у меня там... Ну, у меня побочные действия на витамины были из моего диабета и так далее. А то, что у меня, это, короче, с желудком проблемы начались, там что-то... Я там кричал на врачей, меня убить хотят, здесь кровати в них кидал, короче, стулья там и так далее. Спустя неделю, как я вышел, я опять начал употреблять. Три передоза. Только после... У меня такой случай был, я прям все, я отъезжал. Я прям отъезжал, но я думал, ну ты что, да ладно, это, в принципе, сейчас вот это прокаплюсь, короче, и нормально. Я когда уезжал вообще в реабилитации, на районе, блин, в соседних районах, все думали, что я куда-то просто риск пропал, меня посадили. Второй раз, когда я был в реабилитации, ну, уже все знали, что я был конченым торчком, думали, что я сдох. Все, вот прям меня похоронили, я помню, ко мне под... ну, моя бывшая потребительница подходит, она такая спрашивает, мы все уже тебя на похоронах похоронили. Я такой, вы что, меня в гроб уже сажаете, что ли? Я, короче, этот... бессмертный диабетик, вы что? Меня ничего не убьет и ничего не рассломает. У нас есть опыт, когда ребята лежат в коме по несколько суток и выходят из комы и ничего не бросают, потому что они же бессмертные все в это время. Они все бессмертные, они не могут себе представить. Даже если они улеглись спать уже в этом наркотическом опьянении, из четырех один не встал, рядом с ним сидящий, лежащий, это же... ну, это с ним, но не повезло. Ты же мог оказаться? Нет, я не мог. Они не верят. Ребят, я же говорила, ему кукушку сорвет. Что вы жирали, дебилы? Тащите лимон, и вот! Быстрее! Я смотрела очень много передач. Здесь даже какая-то голландская передача, на ютубе, там они прям снимают, как они употребляют какой-то наркотик. Мне кажется, это надо показывать детям. И как бы это их не ранило, лучше их ранит видео, чем они сами будут потом умирать. Я в один прекрасный момент сижу, что-то на квартире помню, у меня море наркотиков, короче, море алкоголя. И мне становится от самого себя противно, потому что, блин, мне 19 лет. Чего я добился? Ни хрена! Я задумался, я такой, ну, надо что-то менять опять, короче, надо доталово, я так больше не могу жить. Я просто ждала момента, когда он сам захочет. Вот мы разговаривали, он меня слушал, соглашался со мной. Но уже был момент, когда он мне скажет, все, я готов, я хочу лечиться. И все, и тогда мы хватали сумки и бежали. Ну, как бы вот, пока я ничего не передумала, грубо говоря. Никогда не было, чтобы я тащила его за шкирку, как-то, а он сопротивлялся, такого у нас не было. Ну, что, браток, давай что-то делать, короче. Я такой думаю, все, надо обратно в ту же реабилитацию ложиться. Мне так стыдно было возвращаться. Я когда оттуда уезжал, я говорил всем, я еще к вам приеду, у меня будет 10 лет чистого времени, я вам буду спикерить еще, короче, потому что как я их выздоравливаю. В итоге я приезжаю через год, опять вот такой, они говорят, ну что, сорвался? Я такой говорю, да. Я говорю, делать что хотите, как хотите. Я буду делать все, что вы скажете. Я просто поднял руки, капитулировал, сказал, давайте. Пробыл я почти полгода там. Я до Талова почти сидел вместе с флантерством. Ну, короче, что? Будем сейчас с тобой готовить рубленые котлеты с курицей. Вот. Бери грудку, сейчас будешь повторять за мной, короче, понял? Ну, я не умею готовить, так что ты мне объясняй. Ну, вот, объясню, конечно. Вот грудку у тебя, да? Ага. На полоске, короче, сначала, понял? А, как филе, да, делать? Да. Надо же тебе учиться готовить хоть как-то. Еще мельче надо, да? Да, смотри. Короче, берешь, вот кусочек, да? Вот, вот на такие. Ага. Понял? Понял. У меня сейчас бы шашлычка поесть вместо котлет этих. А мне шашлык всегда вкуснее. На костре с дымком. Милое дело. Особенно летом. С пивом. Ага. Ты так давай эту тягу не гоняй. Блин, извини. Извини, что-то я сам себя не узнаю. Видимо, я еще не выздоравливаю. Не, ну, знаешь, я тоже там иногда прикалываюсь. Просто стараюсь это пресекать, короче, на самом деле. А иначе, знаешь, как у меня первый раз было, то, что, типа, я начал там где-то тягу солевую гонять. И все, короче, понеслось. И все, и улетаю. Вообще, мне пауза не должно быть в выздоровлении, на самом деле. То есть я просто остановлюсь, все, короче. Это как экскалатор. Потому что, ну, я усвоил одно правило. Мне нельзя быть голодным, мне нельзя быть одиноким, уставшим и злым. Четыре. То есть если у меня я там злой, одинокий и так далее, все, у меня, короче, жопа наступает. Конечно, шептает, говорит, Дима. И чем думаешь заниматься потом? Думаю, на актера потом пойду. На актера? Да. Если не получится, то в психологию пойду. У меня, сейк, в моем окружении, сегодняшний день, у меня нет ни одного человека, который вообще даже пьет. И не курящие люди. Вот у меня сама девушка не пьет, не курит вообще. То есть конструктивное общение. И вот, я помню, мне мама всю жизнь говорила, скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. И вот с кем я буду общаться, тем же я и буду заниматься. Я общаюсь с хорошими людьми, значит, я буду хорошим человеком. Это тоже часть волонтерства, да? Тип того, блин. Я когда волонтерил, готовить, что, помогать, учить. Сидел на заданиях. Но тут, что, можно помочь там, это, полы помыть, я сам вызовался. Потому что, ну что, я хочу отвлечься немножко. Когда трудишься, или злишься, там вот, грустишь, что-то мне помогает вот так, короче, это мыть все. Ой, волонтерство – это дело такое. Хорошая проработка своего эмоционального состояния. Но обязательно мне нужна поддержка со стороны, потому что один я ничего не могу. А когда я обращаюсь за помощью, мне там говорят, типа, Вась, ну ты что, прибаливаешь? Я такой, а мне кажется, что вроде бы это нормально. А я спрашиваю, блин, ну нормально ли это? Они говорят, нет, это ненормально, братан. Я такой, как? Ну это же… Если я одному человеку не верю, я спрошу второго. Если я второго, то третьего. Ну и в итоге-то мне, ну, донесут здравомыслие в моей башке. Ну вот так выживаем. Здрасте. Привет, Дим. Как дела? Ну так, более-менее выживайся. Выживайся. Присаживайся. Блин, я хотел бы просто поговорить. У меня что-то в последнее время, на самом деле, что-то очень много, ну, прям трясет, трясти эмоционально начинает. Типа, я даже не пойму, с чем это может быть связано. Вот, как будто я заново обнулился. У меня тяга сейчас была недавно. И прям, прям, тоже, ну, кому в горле, короче, прям у меня пот пошел. Прям вот эти, триггерить начало, прям вот эти, тыж, 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 тыж. Я прям стою, думаю, господи, что мне делать? Сначала молиться начал, короче, потом я начал там считать от одного до десяти, с десяти до одного, короче. Вот. Ну, вроде бы, как-то что-то там… Помогло? Ну, помогло, да. В моменте. Ну, переключился? Ну, переключился, да, нормально, помогло. А сейчас что ты чувствуешь, Дим? Ну, есть напряжение некое, конечно же, ну… Ты молодец. Все так нормально. Кровать заправил, все так умылся. То есть все чистенько, гладенько, порядочно. Угу. Ну, я прям беспокойно. А ты вчера посещал группу? Вчера я на Zoom группу, потому что я поздно вечером приехал, я на Zoom пошел. Угу. Вот сегодня, думаю, я по-любому схожу на группу. На живую, да? Да, на живую. Мне живая помогает больше. У подростков гормональный фон очень высокий, им нужно много адреналина, им много, нужно каких-то эмоций, ощущений, чувств. Конечно же, они очень быстро в это все втягиваются. Вы видели вот толпу подростков? Они стоят, они ругаются матом, они как-то ведут себя достаточно вызывающе. На самом деле, они просто защищаются и хотят сами себе доказать окружающему миру, что вот мы такие смелые. А наркотики, алкоголь, они помогают быть еще более смелым и еще более каким-то отважным. Я очень рада тебя была видеть. Встретимся через неделю. Угу. Я тебе желаю удачи, я знаю, что у тебя все получится. Спасибо большое. Все, давай я тебя обниму. Спасибо большое. Все. Все. Пока-пока. Конечно, человек-наркоман, он очень эгоцентричен, он хочет, чтобы вот я, 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 все время я, вот мне плохо, вот мне мешает, вот мне вот это, вот это. И всегда человек зависимый, он в семье живет очень конфликтно, но он должен выйти и прийти другим человеком. Я никогда не думал о последствиях. Не думал о родителях, не думал о родственниках, типа, что для них это, как для них это, что они проживают, что они проживают, переживают, не переживают, да, всегда во мне играл мой эгоизм. То есть, я хочу и все, короче. Я сейчас вот вышел перед мамой, короче, извинился за все то, что искренне, да, я сказал, я больше говорить ничего не буду, я буду просто делать, короче. Тут ты сама увидишь, как я там поменялся, так далее. Я не буду тебе обещать что-то. Меня мать услышала, ну, как бы она приняла. Считается, что если из десяти трое как-то выбираются, то это неплохо очень даже. Много возвращается, процентов 80 возвращаются. Особенно, если которые не дошли до какого-то, да, камню, который падает вниз, есть очень много причин не достигнуть дна. Это очень серьезная работа для родителей, это очень серьезная работа. Ты молодец, что сразу его откачал. Так бы помереть мог. Это в последний раз. Ему нравилось везде участвовать, да, это да. Он и раньше хотел в какой-нибудь актерский кружок пойти. Просто у нас, ну, как-то я не могла найти где-то вот поблизости, чтобы не было. А так он говорил, он давно хотел. Вы можете вообще представить, что у вас Дима как-то знаменитость? Могу представить, что это Дима знаменитость. А почему нет? Блин, у меня такие эмоции сейчас. Так, куда, куда я едешь? Блин, я даже не представляю, сейчас будет, короче. Это что, типа школа актерского мастерства, что ли, или что, или что это такое, я не могу понять, меня трясти начинает. темные, давайте стучатись. Блин. Здрасте. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Вячеслав. Очень приятно. Приятно. Артист, который много играл и много работал, мечтает сыграть роль без слов. Артист, который не работал, он снимался, который только-только зеленый начинает, он мечтает сыграть большую роль с большим текстом. Вот и Дим, какую роль хочется играть? С текстом или без? Без. Без. Ну, мы сразу же на большой артист. Наша задача сейчас пока что не прикасаться к тексту. Так, внимание. Ускоряемся. Замерли. Закрыли глаза. На, правда, начина. Ходим, ходим. Быстрее, 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 быстрее. Барин, замерли. Сняли. Сняли, 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 сняли. Сняли. Отдай ему что-то. А твоя задача, либо взять это, либо отвергнуть. Либо отвергнуть, да. И начали. Так, стоп. Еще раз вернитесь. Нет. Ну, вы, Шукшина. Тебе нужно здесь не порвать, а тебе нужно каким-то образом принять это. Приготовились и начали. Шукшина, мы никуда. Все. Вот ваша задача, понимаете, понять, что природу и дано, и что оставить, и что плюс взять, понимаешь? Может быть, такая самобытность, как Дима, твоя, понимаешь? Ты такой достаточно, ну, в хорошем смысле, природный человек. Да? У тебя очень такая яркая природа. Такой новенький, свеженький, видишь, знаешь, как парень из подъезда и соседнего. Дима, иди сюда, давай сфотографируемся с тобой. Садись. Это видео? Да. Ну, что тебе сказать? В добрый путь. Спасибо. Если тебе понравилось, приходи. Мне очень-то не понравилось, я бы хотел приходить. Ну, все. Вот, пожалуйста, вот высшая школа экономики, вот мастерская Манучарова, вот мастер, вот ученик, вот камера. Ну, с удовольствием. Нет, серьезно, хочешь приходить? Нет, правда хочу. Ну, у меня даже слов, короче, нет. Нам прям очень интересно. Блин. Хороший. Хороший, настоящий. А ты же абсолютный Геккель Берифин. Ты же Геккель Берифин полностью. Пойдем крафтить забор. Ну, пойдем, Том, крафтить забор. Смотрите, что начинается уже все. Выключайте камеру, пожалуйста. Это трэш, блин. У меня слов нет вообще. Чувства у меня. Взбуждение. Шок. Оцепенение. Я теперь хочу. Я хочу, я хочу. Ну, друг мой. Надо что-то делать, короче. Я не знаю. А как мне можно, как мне сделать это, как добиться этого? Можете подсказать, пожалуйста? Ну, прийти ты заниматься. Так. А как? Типа, там что-то? Ну, есть расписание. А это, ну, типа, бесплатно или надо платить все-таки? Для тебя бесплатно. Да ты вы... Нет, а в чем проблема-то? Приходи, только надо приложить усилия. Блин, ну... чтобы не пропускать, чтобы все делать, чтобы держаться от взрывов. И мне кажется, это вся прям... Слушай, знаешь, неожиданно было мне наблюдать, потому что правда сказал Слава, что в себе природная какая-то штука есть. Мне с детства это говорят прям... Образ точно поймал. Почему? Потому что она вспомнила. А как мне расписать? Можно мне... Вот я вот хочу... Вот реально, я хочу приходить, учить, познавать, развиваться и добиваться. Надо телефонами обменяться, просто позвонишься лично. Только скажите, когда позвонить? Я прям готов хоть завтра звонить, хоть... Блин, у меня прям... У меня аж руки трясутся. Давай, скажи мне телефон, на тебя... Не, блин, я вообще не могу. Я не вижу, что со мной происходит. Блин, вообще... Пойдем на улицу, пожалуйста, подышать надо. Мне плохо стало. Вообще, у меня паника. Блин, Мне не то, что плакать хочется, мне хочется, блин, ну, прям орать я хочу, кричать хочу. Прям вот как вот это, как маленькая девочка. Блин, какой у меня шок. Что мне бесплатно можно заниматься тем, чем мне... Я сейчас вообще даже не верю, что со мной это вообще... Блин, вообще... Я даже говорить не могу. Блин, меня... Да. Я прям... Блин, я не знаю, я вот вроде плакать хочу, а вроде не могу заплакать, короче, потому что у меня вроде радостный. Блин, вообще... Я очень благодарен вообще всем, кто для меня это сделал. Я очень благодарен вот-вот, прям я стою и у меня прям вот так ноги покашивают прям... Фу... Надо ценить трезвость и время И добиваться своих целей Сто кудового Блин, я в шоке Все, спасибо большое Удачи тебе, дорогой, удачи Все, я обязательно приду У меня есть желание, рвение и готовность Все, до свидания Ну что, это ощущение круче, чем наркотики? Конечно, сто раз Я это сделал! Сказать мне больше нечего Я очень сильно благодарен на сегодняшний день Пока у меня слов нету Короче, сегодняшний Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok